здравствуйте меня зовут дмитрий георгиевич добыкин и мы с вами на портале exeget.ru и сейчас мы с вами поговорим про 88 псалом в котором много мессианских отрывков если посмотреть на этот псалом и прочитать его полностью а он достаточно большой 53 стиха то можно понять смысл этого псалма это псалом о царской власти в начале псалма автор говорит следующее я поставил завет с избранным моим клялся давиду рабу моему навек утвержду 7 его и рот и рот в рот и рот престол и твой это цитируется слова господа вот это вот фраза на самом деле повторяется несколько раз священном писании разной степени буквальности игова рассказывает о том событие которое описано в во второй книге царств все в седьмой главе давид собирался строить храм но господь через пророка нафана сказал что этого не будет потому что да и пролил слишком много крови однако через пророка нафана господь сказал давиду что когда ты умрешь то на твой престол сядет твое семя и она построит дом имени моего и дальше идет несколько там перечислений что будет с этим семьям но я одно из самых главных что это семя прибудет вечно что ты при стол и при стол и семя прибудет вечно если попробовать толковать совсем-совсем буквально то получается что речь идет о соломоне однако соломон построил храм но этот храм был разрушен более того престол давида через какое-то время исчез евреи увели были уведены в вавилонский плен 586 году династия давида не прервалась но она уже не имела царской власти последний человек который путь какую-то об какой-то обладал властью был заравлавель но он даже не был царем он был просто управляющим вот этими переселенцами и все после этого никто на престоле давидовом из потомков давида не сидел но бог обещает о том что он устроит престол твой в рот и рот то есть этот престол будет вечен мы понимаем что бог не может обещать а потом убирать свое обещание вот здесь бог пообещал никогда он не говорил что я отменяю это поэтому можем сказать следующее что бог обещал давиду устроить престол и этот престол будет вечный но чтобы он был вечный на этом престоле должен сидеть тот кто сам вечен и мы знаем что такой такой был это господь наш иисус христос который был потомком царя давида и он был царем в чем христос царь почему он царь почему так называемого понятно что христос проповедовал царство божие или царство небесное и кто в этом царстве и вообще что такое царство царство божие или царство небесное это не территория это состояние состояние когда бог управляет людьми а люди ему подчиняются бог это царь верующие в бога это подданные его царство это есть иоанн креститель господь наш иисус христос говорили покатись его приблизилась царство божие она действительно приблизилась она пришло она начала действовать и мы можем почувствовать это царство когда мы находимся среди верующих потому что земное проявление вот этого небесного царства это церковь вот мы верующие это и есть граждане этого царства а кто наш царь наш царь христос и его престол прибудет вечно в рот и рот кроме этого отрывка который находится в четвертом и пятом стихе можно рассмотреть еще несколько отрывков где тоже говорится о обещании бога который исполнится на потомках давида это двадцать девятый тридцатый стих вовек сохраню ему милость мою и завет мы с ним будет верен и продолжу вовек 7 его и престол как дни неба то есть навечно я еще раз хочу обратить внимание что еврейское царство оно исчезло но царство божие с ее царем господом нашим иисусом христом продолжает существовать следующее следующий отрывок тоже относится к миссии семью прибудет вечно и престол как солнце предо мною здесь что интересно если смотреть этот отрывок в контексте то можно понять что под семенем имеются ввиду потомки давида а династия давида просуществовала несколько веков царская династия потом они конечно перестали быть царями но какое-то время они были царями но обратите внимание здесь 7 7 прибудет вечно потомки давида действительно прибудут вечно но вот с престолом проблемы престола как солнце предо мной то есть вовек будет тверд как луна и верный свидетель на небесах то есть этот престол исчез но миссия который сел на престоле давидом существует и он правит и мы его подданные мы с вами рассмотрели мессианские отрывки из 88 псалма это 4 5 стих это 29 30 стих 37 38 где говорится о христе как о потомке давида который сидит на его престоле меня зовут дмитрий горч добыкин мы с вами были на портале exeget.ru спасибо за внимание всего доброго внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео